Еще тут я подумал по теме творческое горение, о котором, как я вчера в видео говорил, в жизни так получилось, что я мало пользовался. В основном так получалось, что я пользовался вторым источником вдохновения, любовным горением. Получается, что это творческое горение, как источник вдохновения, драйва, его не сделать в себе искусственно, а не вызвать искусственно. Нельзя заставить себя испытывать творческое горение по отношению к чему-то, что нужно, должен, обязан. И поэтому получается, что бесполезно родителям пытаться заинтересовать своего ребенка чем-то, что им интересно. Так можно сказать, что творческое горение это от Бога. Он решает, в том смысле, что понимать можно по-разному. Я это понимаю как всеобщее сознание, сообщество, системы. Ребенок имеет отношение к семейной системе, к родовой. Она ему какие-то создает интересы и приоритеты. К группе в детском садике, в школе, к друзьям во дворе, к читателям, к сообществу читателей книг про Гарри Поттера. И все эти сообщества будут влиять, как-то создавать. И, конечно, они создадут ребенку уникальные интересы, цели, желания и уникальные поводы для творческого горения. И получается, что творческое горение это вызов для человека быть честным к себе и быть честным к тому, что мне интересно. Не пытаться заставить себя восхищаться тем, что нужно, что обязан, а искать, что вдохновляет меня сейчас. И иными словами, чего хочет от меня Бог. В смысле это противоположно к тому, чему меня учили взрослые в детстве и в школе и в институте. Разве что армия сильно на это намекала, но я этих намеков не понял в то время. Чему меня учили родители, школа, пионерия, комсомол. Все это в армии не работало. Там, оказывается, были какие-то жизненные отношения. Жизненные отношения между людьми. Там, видимо следовало обращаться к своим чувствам, к своим ощущениям, к своей интуиции, а не действовать рационально, как было бы правильно, как было бы абстрактно, справедливо. Там все очень жизненно и конкретно было. Но, видно этому следовало учиться в подворотнях, а не ходить на секцию волейбола три раза в неделю. Смотрю, так, с задним числом это выкинутое было время и усилие. Да, интересно, у меня уже было сложилось представление, что с точки зрения теории систем, что вот единственный способ роста эффективности или роста удачи и везения, это быть в отношениях с женщиной, скажем, или в дружеских, партнерских отношениях с друзьями. А оказывается, еще вот этот источник вдохновения. Но, получается, я сейчас с ним познакомился, чуть-чуть осознал его проявление сейчас вот в том, что чувство увлечения этой, ну, такой, как бы игрушечной темой. Комплект для просмотра приложений и видео по виртуальной реальности. Но, ну, и так, как бы чуть-чуть не сильно это круто для моего продвинутого возраста. Но мне это ярко, интересно, радостно. И вот это, видимо, вот это о том, что не человек выбирает рациональным умом, от чего ему творчески гореть. А как бы он в состоянии только воспринять, что ему спускают сообщества, что ему спускает Бог, иными словами. Решил мне сегодня план качественно обработать информацию по поводу выбора очков виртуальной реальности. И мне следует решить, там, взять эти, которые в Киеве я могу взять, или заказывать с Китая какие-то более продвинутые. И еще, там, оказывается, джойстик использовать можно. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, хорошо. Еще вспомнил в дополнение, что В четверг у меня был яркий день. Испытывал я вот это вот такое вдохновение вот этой темой про виртуальную реальность. И там вечером стали связываться со мной друзья, чтобы было вот так. Необычно, что Несколько Человек один За другим. И я так Ну, так вот. Вчера и сегодня Сегодня у нас Суббота. Вчера и сегодня Это я стал связывать с темой Творческое горение. Хотя еще вот так Мне пришла мысль, что В среду-то у нас В группе ВКонтакте Было Событие, где мы Мы Все вместе Представляли, что Шлем Любовь Одновременно Всем участникам События. Всем, кто В комментариях К Объявлению Отметился, что Участвует В событии. И Я Длинное Время В таких Событиях Не Участвовал Потому, что Так Ну Стало мне Иногда В эти Дни Некомфортно Но Я Сообразил Там Вот у меня был Недавно День рождения И В этот день Меня Поздравляют Друзья И я Чувствовал Такой Определенный Дискомфорт А когда Я Осознал Что Я Взаимодействую С людьми Много Людей И когда Я Осознанно Стал Во внимание Удерживать То Ощущение Дискомфорта Исчезло То есть Видно Моему Уму Стало ясно Откуда Какие-то Ощущения Взаимодействия И Тогда Стало Все ясно К чему я это Что Я Применил Это И к этому Участию В посылах Людьми Любви По средам И Да В эту В среду Участвовал я У меня было Комфортное ощущение В среду И в четверг Был Классный День И Возможно Вот это Вот Творческое Горение По поводу Виртуальной Реальности Оно и родилось Как бы В результате В результате Вот этого Взаимодействия С Участниками Группы По посылу Любви В общем Это Вот аргумент В сторону Что все таки Сила В сообществах Могущество В сообществах Ну в общем Так в целом Еще конечно Так Я Исследую Эту Тему Так вот Посчитал Что следует Это Проговорить И добавить К этому видео Для Справедливости Для Для Ровного счета Для Справедливости Чтоб В общем Чтоб Справедливо Быть Более справедливым Ну Пришла в голову эта мысль Я решил Что надо ее Добавить